За 30 лет история Обнинского городского собрания ширилась принятием значимых решений, позволявшим определить вектор развития Обнинска. Первый созыв 1994 год. Тогда и начался путь к статусу Наукограда. Сегодня состоялось торжественное заседание горсобрания в честь 30-летия органа местного самоуправления. Среди гостей, конечно же, самыми важными были те люди, которые на протяжении долгих лет служили городу, его жителям, делали все, что было возможно, чтобы Наукоград процветал. Самое сложное время было в 1991 году, когда здесь, выступая, новое течение народа и маркетического требовало у меня, чтобы я разрешил из учебного центра выпустить военных для помощи восставшим. И перед всем депутатами и перед прокурором я отвечал, что ни один матрос, ни один автомат не будет использован для этой цели. И мы сохранили в Обнинске мир и спокойствие. Это самое главное. Для меня городское собрание – это не просто живой организм, это живые люди. Живые люди со своей судьбой, умеющие много делать там, где их судьба позволяла заниматься профессионально. И вот эти качества, они были, ну скажем, нами учтены, когда в 2005 году начали думать о том, что нужно действовать в соответствии с новым федеральным законом, об основах функционирования работы местного самоуправления, 131-м законом. Здесь ни разу не было ничего сказано о нашем президенте Российской Федерации. Я думаю, напрасно. Почему? Вот именно этот закон развернул местное самоуправление, ту фактикаль власти, которой не хватало. И дай бог, если сегодня идет спецоперация, когда сегодня нужно мобилизовать все ресурсы, и человеческие, и финансовые, и прочее, для того, чтобы мы стали победителями, я не представляю, если бы мы работали по старой схеме. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Скляр. Когда мы въезжаем в Омнинск, и к нам гости въезжают и читают, город мирного атома, это не медаль, это судьба, судьба нашего с вами города. И большая заслуга тех, кто пришел к власти в городе в 1994 году, в сложнейшей, в труднейшей году, что город сохранили, репутацию укрепили. И сегодня, когда весь мир снова пошел в ядерный ренессанс, когда снова ядерные технологии в энергетике, в медицине, в сельском хозяйстве, в космосе востребованы со страшной силой, наш город готов стать снова мировым лидером. В сегодняшних реалиях город продолжает развиваться. Здесь реализуется немало важных проектов и социально значимых инициатив. Скверы, зоны отдыха, новые школы, детские сады и многое другое – все это делает первый город науки краше и лучше. Но все это невозможно без совершенной нормативно-правовой базы, над которой и работают народные избранники Омнинска. Все время все созывы объединяло самое главное. Все работали, все хотели сделать город лучше. Понимая, что мы – город Наукоград, что мы, как сейчас об этом принято говорить, без всякой скромности, город первых. Я все время говорю, что города – это люди. Люди определяют облик, люди определяют характер города, люди определяют его будущее. Поэтому еще раз с праздником. И нам только новых побед, получения статуса, утверждения еще амбициозных программ развития. И, конечно, тогда город Обнинск всегда будет городом первым, всегда будет нашим с вами любимым городом. С праздником! Совсем скоро Обнинску предстоит подтвердить свой почетный статус города науки. Для этого разрабатывался ключевой документ – стратегия социально-экономического развития муниципалитета, как Наукограда до 2040 года, где обозначены новые планы на будущее, цели и задачи. И без неравнодушных управленцев, народных избранников, желающих сделать Обнинск лучше, активных жителей, вряд ли бы город имел такую славу, какую имеет сегодня. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.